Привет, сыроеды, сыроедки и даже сыроежки! Сегодня на нашей raw meat кухне мы будем готовить аналог, сыроедческий аналог такого популярнейшего итальянского блюда, как лазанья. Хотя даже не так, скорее лазанья, лазанья. Но сегодня готовить буду даже не я, я всего лишь буду закидывать нужные ингредиенты в наш блендер Dream Mini. Я буду использовать большую чашу, но также в комплекте есть чаши поменьше. В них вы можете сделать, например, смузи или перемолоть семена в муку. Ссылочка в описании, конечно же, там все подробности. Наша сыроедческая лазанья стоит на трех столпах, таких как маринара соус, соус песто и, собственно, слои из кабачков и помидоров. В общем, ингредиенты, я думаю, вам всем знакомы, но если что, в конце будет более подробный список, а также в закрепленном комментарии внизу под видео. Начнем мы с соуса маринара, пожалуй. Субтитры сделал DimaTorzok Ну все, наш соус маринара готов, мы его отправим в холодильник на 15 минут постоять, пока будем готовить следующий соус песто. Для песто нам уже потребуется чуть побольше зелени, тут у нас и шпинат, и базилик, и укроп с петрушкой, можно по вкусу добавить любую зелень, которую вы любите, например, рукколу. Ну, я выбрал такой состав. Также орехи, семечки, знакомый вам уже лимонный сок. Все это мы добавим в блендер и просто будем ждать, когда наши ингредиенты превратятся в соус песто. Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот мы и перешли к самому ответственному моменту создания нашей лазаньи. Слои. Делать их мы будем из помидоров, которые можно просто нарезать очень тоненько, и из кабачков, с которыми придется немножко попотеть. Нам надо будет делать из них слайсы тонкие, для этого нам поможет картофелечистка, например. Субтитры сделал DimaTorzok Мне просто не терпится это попробовать, и я надеюсь, что вам не терпится попробовать это приготовить у себя дома. Если это так, напишите в комментариях. Ну, а мы, пожалуй, начнем это разрезать, потому что у всех людей за кадром, а тут их много, слюнки текут. Субтитры сделал DimaTorzok Очень такое освежающее блюдо. Прямо оно на 200% полезное и на 300% вкусное. Ну и на самом деле очень легкое, как оказалось. Единственное, что я вам посоветую, делайте в формочках побольше, потому что, конечно, трудно было доставать кусочки, но оно того стоило. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите наши следующие рецепты. Ну и, кстати, не знаю, может, откуда-нибудь пойдет. И, кстати, если что, кабачки можно заменить на тыкву. Там уж смотрите, какой сейчас сезон, что вам легче купить и какие у вас вкусовые предпочтения. Ну, а я пошел есть. Будете, ребят? Обиделись, не разговаривают со мной. Ну, конечно, обиделись, я такой вкусный день им не даю. Тяжело оторваться, на самом деле. Тяжело оторваться, на самом деле.